Приветствую вас. Вопрос про некоторую недосказанность в отношениях после трёх лет встречания, да, и жизни в разных городах. После ссор, вот, и, соответственно, после того, как в последнее время встречи происходили раз в полтора месяца. Значит, автор вопроса пишет, что без ответа постоянно ждёт и надеется. И плюс ещё есть некоторые травмирующие, значит, обстоятельства, которые я, наверное, в силуэтике озвучивать не буду. Вот. Значит, собственно, первый вопрос, который хочется задать в рамках, в рамках проблемы. Это вопрос о том, а на что вы надеете? Ну, то есть, вот, чего вы ждёте, да, вы же, получается, по вашим словам, да, чего-то ждёте. Так вот, чего вы ждёте-то? На что надеетесь? Вам важно увидеть то, на что вы надеетесь? Вам важно увидеть то, на чего вы ждёте? Вам важно увидеть свою потребность здесь и учиться брать ответственность за то, что вам хочется. на себя. То есть, не перекладывать эту ответственность на человека, а именно вот самостоятельно это самая ответственность на себя брать за то, что вы хотите. Потому что в первую очередь это ваше желание. Если вы хотите, например, определённости, если вы хотите какой-то уверенности, то первое, что вам нужно сделать, это и спросить, наверное, спросить, наверное, себя, что я делаю для того, чтобы у меня эта определённость была. Вот. А так, пока получается, что вы просто ждёте от других людей, что они вам дадут вот какую-то определённость. А они вам, в общем и целом, её не дают. И, пожалуй, что это нормально, потому что у людей могут быть свои приоритеты, у людей могут быть свои, в общем и целом преподчтения, да, какие-то вот, ну, в плане, в плане, в плане потребностей, в плане приоритетов и так далее. Вот. Поэтому ваше желание определённость, это оно понятно, но то, что вы как-то вот не можете принять о том, что мы сказать для решения, говорит о недоверии, о недоверии себе, то есть, ну, о том, что вы себе не доверяете в целом. И это является как раз вот той проблемой, которую нужно решать в рамках терапии, в рамках психотерапии. Чтобы вы, во-первых, определяли все свои границы сами. Вот. Чтобы вы определяли, собственно, то, что вам нужно сами. Вот. И чтобы вы, в первую очередь, отвечали на себя, если человек, вот, не отвечает вашим, допустим, ну, преподчтениям, да, если человек не отвечает вашим критериям, там, ну, по тому как, какими, там, должны быть отношения, допустим, и так далее, да, то, значит, этот человек вам не подходит, вы делаете выбор, что с ним вам, ну, не по пути. А с другой стороны, если вам снова и снова такие люди встречаются, вот, с другой стороны, если вот снова и снова вам такие вот мужчины попадаются, или если вам сложно, ну, выстраивать отношения, да, там, с людьми, например, или вот, что вы вот довольно долгое время, вот, получается, встречались, там, с мужчиной. В последнее время уже ругались из-за чего-то. То есть все это, ну, не как-то поиследует. Вполне вероятно, что вы не замечаете того, что у вас есть ожидания определенные. от людей, может быть, от мужчин, в частности. Вот. И очень важно видеть, вот вы говорите, да, что хотели ребенка. Очень важно отдавать себе отчет, как бы, зачем? Для чего? Для чего вам ребенок? Не в том смысле, что вам ребенок не нужен, да? А просто зачем? Вот. То есть это как-то, ну, это больше из такого ресурса, да, больше. Это больше из ресурсного состояния вы ребенка хотите, или больше из, вот, какой-то, там, ну, какой-то потребности, там, допустим, в реализации, например, потребности, там, вот в чем-то. Какая-то вот такая история. Вот. Это тоже необходимо как-то вот несколько, ну, несколько отграничиваться. Вот. Потому что, если, ну, как бы, это не отграничивается, на мой взгляд, по крайней мере, то могут быть, ну, довольно серьезные проблемы у вас, вот, к сожалению. Вот. Поэтому тут такой вот есть, есть несколько нюансов. Еще не совсем в данном случае. Понятно, чего вы хотите от психологов. Какой вопрос вы хотите решить с помощью психологов? Что хотите поменять в, ну, например, да, в себе, допустим. И хотите ли вообще что-то поменять. Поэтому тут вот тоже, как мне кажется, довольно важно постараться увидеть в чем вы видите конкретно. Нашу задачу. Вот. В чем вы видите нашу задачу. И что готовы для этого сделать? Потому что на, ну, на текущий момент я бы сказал, что вот эта вот неопределенность, да, какая-то, она вот, ну, в том числе, вот, прямо перетекает вот то, как вы себя, ну, как вы себя ставите, как вы себя преподносите, вот. В том числе и нам. То есть вот психологам. То есть ситуацию уроду бы рассказали, да. Вот. А вопрос, как бы, ну, какой вопрос, да, чего хотите. Не рассказали. Не рассказали. Не сказали. Вот. И, соответственно, вот, это, так вот, скажем, несколько бросается в глаза. Вот. Вот. То есть несколько это выделяется, так скажем. Поэтому тут тоже нужно поработать, посмотреть, чего вы хотите. А что касается советов, да, вот, то психологи советов не дают. Никто, ну, вот, по крайней мере, из специалистов, да, вам не будет давать советов в этом смысле. Вот. Ну, потому что это несколько вот не, ну, несколько как-то непрофессионально давать совет. Ну, и, в принципе, вам кто угодно из специалистов, да, скажут, что давать совет — это несколько вот неэтично, так скажем. Поэтому тут вот важно очень, чтобы вы сами постарались определиться с этим аспектом. Ну, как бы, чтобы вы сами решили, в какую сторону хотите двигаться. Есть еще один такой вот важный момент, да, он заключается в том, этот момент, что у вас были травмирующие эпизоды вашей жизни, то есть с вами приходили травмирующие вещи, вот, соответственно, для плюс-минус адекватного восприятия этих, ну, вот, этих аспектов, скажем так, которые с вами произошли. Очень, очень важно прожить эти моменты. Вот. Если вы этого не сделаете, то это вас может тянуть вот назад, к сожалению. Ну, к сожалению. Вот такой ответ я мог бы вам с точки зрения психологии, с точки зрения вот психотерапии, да, все. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Обратная связь нужна в первую очередь вам. Для того, чтобы сформировать первичные направления для работы. После чего уже будет, ну, будет выход на более глубокие, более серьезные трудности. Первую очередь.